здравствуйте друзья у нас вопрос такой задается скорее даже призыв написать записать видео поговорить на тему и так у нас есть девушка которая живет в германии у нас есть молодой человек который пока только друг хотя девушки хотелось бы больше чтоб он был чем друг живет он в латвии в риге у него какое тяжелое положение у него была жена которая в общем как-то так подвела его материально потом куда-то делать а он такой весь совершенно гениальный и как бы глубоко таскать проникает там сложные вещи но не как сказать не реализованные в этом что ли направлении и девушки обидно потому что у него такие таланты он так много может а вот та его жена которая была вместо того чтобы ему создавать условия для развития этих талантов она как-то по-другому у нее строились ее планы в общем вот такая картина и он смотрит наш канал каждое видео и вот расскажите говорит девушка может как любящая я так сказал да и это расскажите может быть он как-то оторвет там пятую точку и начнет что-то делать в своей жизни чтобы как-то быть более реализованным значит чтобы я сказал мы же разные все люди там и то что одному человеку со стороны кажется что вот кто-то там не реализованный это совершенно не значит что сам этот человек чувствует себя например нереализован это не обязательно так есть люди которые более такие экстравертированные есть люди более интровертированные есть люди для которых очень важно что в обществе да люди говорят отсюда же и понты понты же для других делаются не знаете а есть люди для которых важно что у них там в их внутреннем мире происходит вплоть до допустим аутичности против аутичный человек ему он он не живет в том мире он внутри у себя там разные степени есть этого и так далее я просто к чему говорю что существенным является не не то что со стороны вот мы смотрим и говорим эх черт возьми такой талантище пропадает хотя конечно вот да нам конечно может быть обидно знаете как у райкина там была вот как балерина вот чё она так крутит ей бы динамо привязать к ноге давай так на пользу приносила а так она просто крутится и все но я я совершенно не знаю молодого человека поэтому я бы может быть точнее как-то сказал но так из общего вот этого описания значит да значит во первых он может быть абсолютно в порядке вот это мой первый такой намек на это дело я не знаю но может быть второй момент может быть он не в порядке но он просто не знает он то есть он знает что надо что-то делать он не знает что именно и как и так далее то есть ему может быть не хватает наставник что ли в жизни который бы сказал вот идем туда и он бы пошел и всего у него получилось и я не знаю ни в какой предметной области не ничем занимается ну как бы тоже такой информации у нас нет но как реализоваться в этом деле понимаете чем тоньше чем глубже тем зачастую менее востребовано бывает понимаете ты можешь написать книгу но дальше ты будешь и за свой счет печатать потому что никто не хочет вот такую книгу у нее там вся аудитория читающая эту книгу там может быть потенциально 2000 человек например а если он при этом там не не доктор не академик не завкафедрой то никто его книгу и читать не будет поэтому тут очень много социального намешано и вся всякий талант конечно требует реализации но как чем сложнее талант чем глубже этот талант чем он мощнее тем больше нужны другие люди которые участвовали бы в реализации этого таланта если мы посмотрим например на ну скажем я не знаю там условно вот сергей брин один из двух сказать создателей google основателей google он занимался какими-то техническими вопросами когда учился в аспирантуре стэнфорд и откуда взялся google как компания значит были люди с деньгами были люди с опытом были люди с экспертизой которых наняли и дали им туда в этот google и в итоге два технаря значит которые были не в состоянии ничего такого сделать сами потом просто потому что они не люди бизнеса и они не специалисты по созданию раскрутки стартапов ничего подобного там не было но был был талант технически было время правильное было место нужно и вот она рванула потому что добавилось много много людей которые каждый свое дело знал кто-то и вместе собрал и все это запустилось поэтому когда мы видим большой талант то значит нужны боль может быть более сложные условия для для его реализации и сам человек а что ну что он может но вот он может там я не знаю написать книгу допустим да там девушка говорит что он может там вот убраться там 100 книг начинал там ни одну не довел до конца я понимаю почему он не довел в частности например он мог не довести до конца просто потому что он понимает что и негде издавать и никогда это не реализуется ни во что такое во что хотелось бы чтоб она реализовалась может быть вот так я я не знаю там так вот предположение такое трудно начинать что-то когда ты не понимаешь к чему это приведет и вот вот будет книга да что с ней дальше поэтому у него отсутствует вот этот опыт жизненный по раскрутке и у него отсутствует группа людей которые помогали бы ему раскрутиться и я в я в этом смысле понимаю девушка она говорит вот прежняя жена вместо того чтобы ему создавать вот эти условия то есть грубо говоря раскручивать талант она значит занималась собой и что тоже можно понять вот скажем может быть она и не ценил этот талант и не была сфокусирована не на него таланте а допустим там на каких-то своих жизненных интересах что неудивительно это часто бывает так далее поэтому значит мы давайте посмотрим на это так чтобы ответить на тот вопрос который был поставлен речь шла о том чтобы как бы такой виртуальный так сказать может пинок молодому человеку до чтобы он сорвался с места и начал что-то делать тут тонкость вот какая все-таки человек он не не купил талант в магазине и ему не то что там по наследству родители лет у нас тут было немножко вот мы тебя оставляем талант сверху человеку дается чем больше способность человека делиться своим талантом с другими тем больше как бы шансов что ему что-то дадут вы знаете то есть талант который дать дан человеку не способного поделиться реализоваться в общество в мир отдать вот этот талант приумноженный трудом он как бы фактически ну даже не за как разбазаривание такое получается добра общественного поэтому я в я бы вот так ему сказал послушаю тебя есть у тебя есть предназначение то есть тебе же не просто так дано чтобы ты сидел вот и и сам получал от этого не знаю удовольствие а еще и расстройство чем больше таланта тем расстройств больше я вам скажу потому что теперь надо его как-то реализовывать теперь надо осознав какие-то сложные вещи надо теперь что-то делать знаете когда таланту нет и делать ничего не надо а тут вроде ты кому-то должен сам себе должен в общем наступает момент в жизни человека души скажем так не человека а вот души когда ему приходится держать ответ за за то как он поступил со своим талантом что с ним сделал вот ему говорят лучшим из миров ему говорят ну что ж ты так вот смотри у тебя вот это вот это а ты с этим чё сделал то тебе для чего дали то чтобы ты вот так вот просидел и тут проскучал и и что ты скажешь в этот момент поэтому потому что и это есть то главное к чему вся жизнь человека земная часть искать идет тебе дан этот отрезок времени для того чтобы ты что-то сделал с тем материалом который у тебя на руках ничего не сделал одна жизнь что-то сделал другая много чего сделал третье и тебе дана воля тебе дана желание тебе дана понимание плюс к таланту поэтому что тут скажешь я бы просто посоветовал молодому человеку подумать на эту тему и если если он как бы сказать понимает все но но что-то ему не хватает вот для того чтобы начать двигаться вперед это другой совсем вопрос совсем другой вопрос то есть бывает что просто нужен толчок и вот там поле полетит понесется как ракета в космос полетит но вот нет толчка начального и это уже совсем другое дело это можно уже посмотреть как как это реализовать но если нет желания какие-то толчки получать и как-то там дальше двигаться это уже что можно сделать то что вот девушка говорит что он смотрит наше видео там ни одного не пропускает я вижу очень много комментариев там письма получают от тех кто нас смотрят и я вижу что очень многие люди смотрят для того чтобы этот толчок получать они мотивацию какую-то внешнюю пытаются найти чтобы как-то вот был больше энергии было на те на те дела которыми надо было бы заниматься я видел массу народу которые говорят вы знаете я вот там посмотрел что то значит у меня там щелкнул и я побежал туда побежал сюда и вот там но пойти одно дело тестером стал он там 20 часов лекции послушал на видео написал резюме и стал тестировать это это как бы понятно но если там какой-то глубокий талант если я не знаю чем он там или математик физик химик микробиолог кто он я не знаю но это же не то же самое там братья так так просто не сорвешься поэтому но с другой стороны если если вектор есть то обязательно во что-то реализуется это тут никаких сомнений даже нет поэтому как только вот мозги начали крутиться в какую-то сторону сразу находятся какие-то решения а может быть и не сразу но это уже неважно сразу не обязательно но если ты движешься ты ты не можешь не прийти хотя при этом может поменяться направление движения тоже нормально но просто на одном месте ничего не происходит этот это точно так что мы молодому человеку пожелаем успехов я думаю что самое главное с моей так сказать стороны может быть ему надо к девушке присмотреться потому что вот она можно сказать к нему относится больше чем как другу а он может быть даже и не замечает и на самом деле когда рядом жизни с тобой есть любящий человек это это дороже я не знаешь а что можно рядом с этим поставить на чашку весов я даже не знаю поэтому вот в этом смысле я хочу сказать что под внимание обратил я не знаю там какие отношения это и вообще не мое дело но вот все-таки здорово когда есть кто-то рядом кто переживает за тебя и болеет и не знаю хотел бы чтобы отношения были более близкими это здорово это очень-очень здорово тем более молодые ребята еще и деток надо нет очень здорово так что счастлива успехов и как бы если какие-то более конкретные там советы но тогда больше детали это может быть больше что-то смогу сказать так пока только из самых общих соображений счастливых 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 Продолжение следует...